Добрый день. Сегодня мы завершаем наш цикл легких вебинаров, и мы выбрали очень интересную актуальную тему, а именно автоматизация процессов управления транспортом как путь к достижению баланса внутрицеховых перевозок для производственных предприятий. Спикерами сегодняшнего мероприятия буду я, Жданов Юрий, менеджер по работе с клиентами, и мой коллега Бахитов Александр, ведущий консультант по автоматизации транспортной логистики. Добрый день, коллеги, еще раз. Да. С точки зрения плана вебинара, для тех, кто в первый раз подключается к нашим мероприятиям, я расскажу о компании. Далее мы поговорим о наших новых продуктах, которые могут быть полезны при автоматизации логистических процессов производственных предприятий, ну и других в том числе. А после мы перейдем к уже обсуждению особенностей планирования внутрицеховых перевозок и важностей этого планирования. За время своей деятельности Аксо заработал себе имя лидера рынка ВМС России и выбора номер один при автоматизации складской логистики. Но кроме автоматизации склада мы занимаемся и автоматизацией всего контура логистики на предприятиях, будь то автоматизация транспортной логистики с помощью Аксо-Лот МС-ИС-4 или автоматизация портовых контейнерных терминалов с помощью Аксо-Лот ТОС. Ведь штат нашей компании, а ведь это более 250 человек, позволяет нам выполнять огромное количество проектов, причем в разных направлениях логистики. И благодаря нашему отделу развития и разработки, который, кстати, разработал уже 5 поколений систем класса ВМС и 4 поколения систем класса ТМС, у нас появляются и новые решения, которые помогают нашим заказчикам закрыть все свои потребности в автоматизации. И все наши решения, они объединяются в одну логистическую платформу, Аксо-Лот Х, которая позволяет нашим заказчикам автоматизировать все свои логистические процессы. Одним из новых продуктов данной платформы является Аксо-Лот ВОЗ. Это система управления складскими операциями, которая разработана на платформе 1С предприятия 8.3. и предназначена для автоматизации небольших складов, например, таких как складов снабжения, цеховых, кладовых, филиальных складов. То есть там, где применение полноценной ВМС громоздко и нецелесообразно. Еще одним новым продуктом в платформе является Аксо-Лот Скап. Это система продвинутого планирования логистических цепочек. Данное решение разработано на платформе .NET Core и предназначено для оптимизации логистических процессов в цепях поставок. Система построена на мощном математическом аппарате и при совместном использовании, допустим, с Аксо-Лот ТМС-Х4 или другими бизнес-системами позволяет решить сложные задачи, например, такие как планирование расписаний, перевалка грузов, укладка грузов. И решение таких задач по автоматизации нам доверили уже более тысячи компаний. Эти компании стали для нас не просто клиентами, не просто коллегами, а я бы даже сказал партнерами и друзьями. Мы выполнили на сегодняшний день уже более 100 проектов по автоматизации транспортной логистики и, конечно, особняком в этом списке стоят производственные предприятия. Ведь логистика таких предприятий имеет свои особенности и завязана на производственных процессах. И при построении таких процессов необходимо связать все звенья, участвующие в производстве. Это цеха, склады, транспорт, поставщики, клиенты. И эта огромная потребность рождает различные современные концепции. И одной из наиболее распространенных концепций на данный момент является Just-in-Time. Данная концепция основана на заранее заданном производственном расписании, что позволяет организовать движение товарно-материальных ценностей таким образом, чтобы поставлять их под каждый этап производства в нужное время. Также эта концепция предназначена для оптимизации складских запасов и построения цепочки поставок, начиная, например, от поставки сырья на первые этапы производства и заканчивая перемещением готовой продукции на склад или вывозом шлама или хвостов. Это актуально для многих отраслей, например, для добывающей отрасли, для машиностроения, для производства строительных материалов. И при построении такого планирования нужно учитывать не только производственные процессы, но и смежные. Например, как планово-предупредительные ремонты производственного оборудования, оборудование, энергоснабжение, спецтехники, автотранспорт и график работы сотрудников. И при построении, при планировании такой транспортной логистики, такой логистики необходимо учитывать очень много ограничений и учитывать их вручную очень сложно. Поэтому многие предприятия прибегают к автоматизированным системам для того, чтобы связать все свои подразделения. Еще больше автоматизированная система необходима в сложных случаях, когда необходимо принимать решения здесь и сейчас, и независимо, имея полную картину происходящего. Такие случаи могут быть в случае нештатных ситуаций, форс-мажоров. Ведь как обычно происходит, техника выходит из строя всегда в самый неподходящий момент. И приходится жертвовать каким-то рейсом, поставкой или перевозкой ради более ценного рейса. И кто будет принимать это решение? Кто будет определять ценность того или иного рейса? Ведь принятие таких решений, например, диспетчером или логистом, ну, как минимум, может быть неоптимальным. И тогда мы можем говорить про применение различных автоматизированных систем класса TMS, в том числе XELOT TMS X4. Ведь данная система поможет оптимально выбрать оптимальное решение или максимально правильное решение на основе заранее заданных алгоритмов и ограничений в системе. И, ко всему прочему, еще и снизит нагрузку на ваших сотрудников при построении сложных цепочек поставки. Далее Александр раскроет тему более подробно и расскажет вам о способах решения данных задач. Александр, тебе слово. Спасибо. Итак, коллеги, начиная с теории, стоит отметить, что в нынешних условиях специалисты выделяют несколько видов перевозок. Это первая логистика, связанная с обеспечением производства материалами, то есть снабженческая логистика, производственная логистика, ну и, соответственно, бытовая логистика, ну и транспортная складская. Транспортная логистика, она, конечно, является неотъемлемой частью любой области, будь это и производственная, бытовая, либо снабженческая, соответственно. Ну и важно, наверное, отметить, что вообще неотъемлемой частью всех видов логистики является обязательное наличие логистического информационного потока, включая в себя как сбор данных о товарном потоке, и их передачу, обработку. Такой системой, подсистемой, да, логистики выступает наш продукт, Аксилот ТМС-64. При подборе, ну, при выборе, да, наверное, нашего продукта, возможно, будет решить ряд проблем, с которыми сталкивается практически любое производство, где встает движение товаров и, соответственно, внутри завода движения материальных различных ценностей. Как говорилось ранее, ТМС создана для разного сегмента предприятий, что дает нам, как разработчикам такого программного обеспечения, колоссальный опыт в части понимания процессов предприятия, выявления узких мест процессов, а также решения, поставленных задач. Уже имея опыт с крупнейшими российскими производственными площадками, мы заранее понимаем возможные проблемы, с которыми сталкиваются наши заказчики. Ну и давайте тогда поговорим о них подробнее и о способах их решения. Первая, наверное, одна из важных проблем, это является как раз, ну, внутри завода, да, нагрузка на пиковые часы. Если сравнивать, там, внутри заводскую логистику и перевозки, осуществляющие доставки клиентам, то здесь стоит вообще отметить необходимость учитывать производственный процесс уже внутри завода и, соответственно, этот строгий механизм. То есть в рамках процесса у нас внутри заводской логистики меньше намного вариативности, возможностей, там, да, как-то отклониться и в процессе, там, оперативной работы, там, быстро и легко принимать решения. Здесь, правда, большое количество различных факторов, которые могут повлечь за собой достаточно большие риски финансовой потери. Здесь, да, первая проблематика – это пиковые часы, это высокая нагрузка зачастую идет на утренние часы. Здесь какой момент, да, важно отметить? Большое количество заявок, которые мы хотим выполнить в ограниченный промежуток времени и с ограниченным ресурсом, дает нам, во-первых, там, меньше вариативности и большую нагрузку на самого сотрудника, на логиста. И здесь важно, да, отметить, что иногда такого логиста бывает, что не хватает. И как раз-таки ТМС, как инструмент, при работе именно, там, например, еще только на этапе формирования заявок поможет их обрабатывать быстро и плюс с меньшим риском, да, нарушения баланса между цехами. Важно понимать, что в большинстве случаев при перемещении грузов между цехами также требуется и привлечение дополнительной техники, что сильнее усложняет процесс вообще работы и делает его менее прозрачным в учете. Что у нас в итоге, да, получается? Мало диспетчера, высокие расходы и нет вообще баланса процессов. Для оптимизации процессов работы автотранспортного управления, повышения вообще эффективности, наша система позволяет учитывать не только заявки на грузовые перевозки, но и исполнение работы спецтехники для контроля, например, движения топлива, учитывать приоритизацию заявок, ну и также пассажирские перевозки учитываются в системе для контроля выработки водителей и определения вообще необходимого количества техники для выполнения маршрутов, как для перевозки пассажиров, например, до заводской территории, так и внутри завода. Если только в начале обработки потребностей перевозки, ну вообще много достаточно рисков, то одним из как раз-таки важным решением это является достижение баланса внутри завода и управления как раз-таки транспортом. Первым, наверное, ну для оптимизации вообще процесса работы учитываются, получается, у нас различные функции, да, давайте о них как раз и поговорим. Первое решение вообще, которое может дать AxelotMS, это таймсфлотирование, то есть предоставление пользователю информации, а в какое время может быть выполнена его заявка. Здесь система использует внутренние механизмы предпланирования, то есть формируются доступные таймсфлоты. Если же заявка, например, имеет высокий приоритет, то здесь важно вообще учитывать и обоснования, то есть какие моменты встречались у нас при опыте внедрения нашей системы. Это есть, например, какие-то цеха, которые в основном формируют там критичные заявки, хотя на самом деле это не так. Это очень сильно влияет вообще на процесс распределения транспорта, на подбор транспорта, соответственно, там на выбор собственного либо наемного перевозчика. Поэтому в системе также добавлены функции приоритизации таких заявок с возможностью, во-первых, подтверждения такого приоритета, ну и во-вторых, в дальнейшем при ее, например, обработке различных отклонений система подскажет пользователю, а какой рейс для нас становится наиболее ценным, каким рейсом мы в какой-то момент можем, скажем так, пожертвовать, с какими заявками и выполнить их, например, не в точный срок, а, например, позже. Опять же, система не только подскажет пользователю, да, логисту или диспетчеру, но и также уведомит и других участников процесса, там, например, того же самого заказчика этой заявки, представителя цеха. При формировании заявок система также формирует список доступной техники. Первоначально, да, это выводится именно та техника, которая согласована внутри, например, транспортного управления, и дальше уже какая может быть вариативность, это, например, там, ведущим, да, каким-то сотрудникам, возможно, будет дать возможность менять этот набор, фиксировать именно требуемый, например, какой-то транспорт уже по дополнительному согласованию, ну и, соответственно, вообще реализация контроля заполнения данных, она позволяет повышать вообще эффективность обработки заявок в нескольких направлениях, да, и не только корректное заполнение, которое, ну, иногда, иногда, да, встречается там, недостаточно заполненных данных, плюс непрозрачность, да, требуемого транспорта, например, дополнительно на этапе погрузки и разгрузки. Здесь уже система сама подскажет пользователю о необходимости формирования там дополнительных связанных заявок, ну и важным составляющим также является расчет плановых, скажем так, предварительных расходов на заявки, да, и здесь я уже хочу там сказать о контроле лимитов для цехов, для контроля лимитов на вывоз какой-то продукции, соответственно, с цехом, ну и также возможности формирования заявок уже по заданному шаблону. Например, ну, стоит отметить, да, что на заводе также предусматриваются технологии перевозок, которые согласовываются заранее, которые обеспечивают выполнение процессов, там, переработки, да, материалов различных и производства. Именно когда необходимо соблюдать, да, короткие интервалы перемещения товаров для выполнения производства, то в данном случае, возможно, будет и вообще ряд потребностей их автоматизировать в исполнении. Так, ну, результатом вообще, да, реализации таких методов решения задач, возможно, там, достичь снижения нагрузки в пиковые часы, важно понимать, что данные методы, они работают только в комплексном подходе по достижению вообще этих целей. Может потребуется, там, выполнение и ряд других задач, там, например, если вернуться, так, к тому же самому, темп-слотированию, то важно понимать, что какой транспорт мы можем привлечь, достаточно ли техники вообще на предстоящую смену, там, с учетом запланированных ремонтов, с учетом доступности водителей, которые мы также можем получить, там, например, сторонних корпоративных систем. Доступность транспорта, именно корректный учет данных об автомобилях, данные о водителях позволяет вообще достичь автоматизации процессов и упрощение работы сотрудников предприятия. Очень важно отметить, что ТМС в информационном контуре живет, ну, не одна, взаимодействует с различными внутренними корпоративными системами. Это может быть, к примеру, и система класса ERP для получения как раз информации о графиках работы сотрудников. На основании такой интеграции возможно реализация различных сценариев в исполнении процесса. Например, определяем определение, автоматическое определение количества водителей при распределении заявок на транспорт, автоматическая привязка таких водителей, например, к машинам. Причем здесь возможно будет использовать несколько, скажем так, аналитик, несколько различных условий. Например, когда у нас водители могут выполнять работу, да, по договору только на каком-то определенном транспорте. Либо когда у водителей есть несколько категорий, соответственно, в процессе смены мы можем менять водителей на транспортных средствах и, соответственно, выполнять больше заявок с меньшей привязкой именно водителей и машины. Важно отметить также эффект, ну, вообще не только для логистов, но и для начальников автоколонн, механиков и других сотрудников. Информация, да, там, прозрачная информация о доступности машины, также и о факте их исполнения, также позволит учитывать нам данные о ремонтах и предстоящих технических осмотрах. Вообще, затрагивая тему о ремонтах и автоматизации путем использования системы Аксилот ТМС, важным фактором вообще баланса является прозрачное использование транспорта и применение вообще данных об эксплуатации для расчета плановых сроков технических осмотров и других там ремонтных работ. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Важный аспект при планировании ремонтов и соблюдении баланса техники. На основании полученных данных, например, от систем спутникового мониторинга, от данных по путевым листам, мы автоматически, ну, не мы, точнее, да, система автоматически рассчитает среднесуточный пробег каждой единицы транспорта. Как эффект тут вообще стоит отметить, это снижение рисков на внеплановую недоступность транспорта в процессе уже выполнения перевозок, именно в тот момент, когда этого ждать совершенно не хочется. Конечно, учет ремонтов не только работы механиков и состояния транспорта, это учет расходов на выполнение таких ремонтов, что позволяет, ну, во-первых, нам эти расходы грамотно распределить на заявке, распределить между цепами, например, но еще плюс, ну, для внутренней, да, аналитики именно в части управления транспортом. Ну, и также позволит определить эффективный транспорт и менее эффективный, соответственно, там, утилизировать, да, и списать баланса. Если, ну, первое, да, при распределении вообще транспорта, при работе вообще с доступностью транспортных средств, здесь наша система позволяет использовать автоматическое планирование. ТМС, как инструмент, да, для логиста, позволяет выстроить именно максимально эффективные маршруты. Здесь важно отметить и учет приоритетов заявок, тот баланс, который мы вообще достигаем при взаимодействии между цехами, должен быть применен максимально верно. Тут важно учесть человеческий фактор, большое количество ограничений в цехах, а также повышенную нагрузку на логиста. ТМС позволит снизить как раз-таки зависимость от сотрудника, перенести все эти данные ограничения уже в самый алгоритм, что позволит этим ограничениями управлять в процессе как подготовительных работ, так и, например, в процессе уже выполнения наших заявок. Стоит вообще отметить, что территория завода, она, как правило, имеет достаточно большое количество цехов, которые имеют свою специфику, свои особенности, например, как ограничение проезда, пропускная способность, плюс различные участки дорог с ограничением проезда крупнотоннажного транспорта. Здесь вообще в зависимости от приоритета заявок, видов грузов, которые требуются перевезти, она может снизить эффективность самих маршрутов. То есть одна из задач – это минимизация проезда между цехами, это снижение используемого транспорта. она достигается уже при процедуре той же самой и той же слотирования. Вообще, выполнив все процедуры планирования для следующей смены, важно отметить задачи, которые выполняются уже на фактическом выполнении рейсов. Это контроль, ну и вообще, да, контроль над путевыми листами – это если мы говорим о собственном транспорте. Например, интеграция с медицинским осмотром, она позволит контролировать выдачу путевых листов, определить отклонения и формировать оповещения для ответственных сотрудников. Важно отметить, что благодаря эффективной маршрутизации здесь мы достигаем минимизации объезда между цехами, и также важным результатом является снижение вообще расходов на топливо и общую выработку транспорта. Система Аксилот ТМС позволит учесть различные типы путевых листов. Это спецтехника, это грузовой транспорт, это легковые автомобили, а также рассчитывать нормы расходов автоматически уже на основании заданных норм и с учетом дополнительных коэффициентов расхода. При этом ТМС автоматически на основании заданных норм может рассчитывать не только, например, в разрезе категории транспорта, моделей транспортных средств, но и также для каждой отдельной единицы техники. Такой подход дает возможность вообще расчета эффективности водителей. То есть мы понимаем, где у нас водитель, совершая больше пережег топлива, какие водители у нас более экономные ездят. Здесь также система позволит быть инструментом взаимодействия с водителем, вообще при понимании, какие водители нам наиболее эффективно использовать на каких-то маршрутах, потому что на основании тех же самых исторических данных, которые ТМС может использовать, мы можем и распределять уже наши маршруты согласно распределению, опять же, начальника автоколонны по наиболее выполняемым, скажем так, рейсам для определенных цехов. Конечно, вообще нередки случаи на производстве, когда собственного парка не хватает. Поэтому здесь уже начинают работа специалисты по работе с внешним транспортом. Какие, например, возможности дает наша система? Это использование, во-первых, внутреннего распределения по перевозчикам. При автоматическом планировании эта система может выбрать, а какой транспорт нам эффективнее использовать при недостаточности собственного. При распределении, например, рейсов по наемному транспорту мы можем достигать и наших договоренностей с перевозчиком. То есть перевозчики, в основном, на этом достаточно большой список перевозчиков, если мы говорим о движении внутри завода, то здесь важно учитывать наши договорные отношения. Почему? Потому что часть перевозчиков может иметь ограниченный набор типов категории транспорта, то система автоматически может заменить ручной труд логиста, диспетчера по подбору и автоматически выполнить отправку заявок на транспортные средства. Согласно транспортному плану, здесь мы будем соблюдать уже баланс между перевозчиками при распределении, учитывать их плановую стоимость, учитывать тарифы, которые они нам выставили, и плюс с возможностью проведения тендера в случае недостаточности дополнительного транспорта. ТМС имеет свою внутреннюю платформу по взаимодействию с перевозчиками, это внутренний портал. Здесь каждый перевозчик, который участвует в процессе, имеет свой ограниченный доступ. И здесь какие, например, задачи, возможно, будет решить с помощью такой платформы. Это, во-первых, снижение нагрузки на логисты, то есть мы переносим часть работ по заполнению данных по откликам на перевозчика. Второй этап – это возможность оперативного уведомления сотрудников в случае непредоставления данных о транспорте, в случае непредоставления данных о водителе. Здесь важно еще отметить также работу, взаимодействие работы со службой безопасности. То есть если, например, заводится, у нас какая-то информация о новом транспорте наемного перевозчика, о водителе, который будет выполнять данный рейс. Здесь, возможно, уже будет интегрироваться с системой, например, по контролю доступа, формировать пропуска автоматически также на КПП предприятия и передавать эту информацию, опять же, через личный кабинет перевозчика, минуя общение через электронную почту или вообще прямое общение по телефону между логистами, соответственно, перевозчиками и завода. В какой момент автоматизации также важно отметить, это возможность через данный портал видеть предложение перевозчиков, например, на выполнение той или иной перевозки, какой я кейс хочу рассмотреть. То есть у нас в процессе оперативного выполнения нередки случаи, когда появляются какие-то отклонения, задержки на производстве, задержки водителей, то это очень сильно сказывается в дальнейшем вообще на всю следующую цепочку рейсов. И данный портал, он также позволит автоматически, например, формировать уведомления для перевозчиков, если нам необходим уже транспорт день в день. Тут какую возможность можно предусмотреть? Это разграниченный, например, учет транспортного плана вообще на ближайшие смены и также предусмотреть, скажем так, возможность иметь резерв транспорта, например, даже наемного с перевозчиками, которые могут достаточно оперативно предоставить транспорт на выполнение заявок. Здесь система уже определит автоматически критичность этих заявок на основании, приоритизации в зависимости от цеха, ну и самого производственного процесса внутри завода. Поэтому использование как раз-таки в едином, скажем так, информационном пространстве функционала, оно позволяет вообще вести прозрачный учет по взаимодействию. Тут возможны настрои различных KPI-перевозчиков на основании их работы, опять же, через систему, на основании их корректности в выполнении рейсов, что также достигается, например, путем интеграции данных через спутниковый мониторинг, с использованием мобильного приложения. Да, мы там, мы плавно как раз переходим к нашему исполнению рейсов, и говоря о спутниковом мониторинге, да, о мобильном приложении. Здесь важно отметить оперативность получения данных. Да, учет, конечно, ручной, там, логист или даже представителя цеха, да, как это бывает часто, там, вот, машина приехала позже или не позже, вот, но может быть, но все-таки не в крупных предприятиях, не когда мы говорим о каком-то производстве. Здесь наша система позволяет получать информацию от мобильного приложения, в рамках которого водитель как раз фиксирует информацию о прибытии, фиксирует, какой груз был погружен, какие проблемы возникли, соответственно, там, на погрузке. Причем мобильное приложение, оно работает не только для собственных водителей, но и также для наемных. Здесь важно отметить, да, вообще всю работу водителя через мобильное приложение. Минимизируем общение с диспетчерами, водитель самостоятельно авторизуется в мобильном приложении и видит, на какую точку ему, соответственно, необходимо будет, там, прибытие первое, да, там, например, при начале смены у водителя выводится информация, какие рейсы ему необходимо выполнить, какое транспортное средство ему назначено на текущую смену. Ну и, соответственно, здесь важным моментом выступает интеграция дополнительной, например, с электронной системой медицинских осмотров. Здесь получение фактических данных также нам в дальнейшем позволит управлять отклонениями по маршрутам, ну и, соответственно, выводить информацию о проблемах при работе с водителями, соответственно, оповещать нужность сотрудников. Говоря о мобильном приложении, также стоит отметить возможность изменения маршрута, например, водителям по согласованию. То есть у нас здесь выстроена достаточно гибкая модель вообще взаимодействия через приложение водителя и логиста. Система позволяет, там, на основании тех или иных действий водителя формировать различные задачи для логиста, например, по изменению маршрутов, по согласованию, там, например, проезда на другую точку. Здесь, например, в производственных, да, каких-то металлургических, например, предприятиях зачастую бывают случаи, когда заявитель, формируя заявку, не знает, например, в какой конкретно, да, там, ворота цеха необходимо будет подать машина, либо где выполнить разгрузку, там, того же самого, там, шлака, да, под какую яму необходимо будет подать транспорт. И данная информация, она зачастую появляется уже в рамках смены, когда водитель уже выехал по рейсу. Поэтому мобильное приложение, оно здесь также позволит учитывать эти изменения, соответственно, прозрачность движения транспорта, почему водитель поехал, там, по незапланированному, да, маршруту, а по измененному. И плюс ко всему здесь важно учитывать данные, да, которые мы можем выводить водитель вообще в самом мобильном приложении. То есть будь это наемный водитель, да, который там впервые приезжает на завод, здесь могут быть определенные сложности по движению. Путем интеграции с картографическим сервисом, да, с отрисовкой вообще территории завода, возможно, эту всю информацию именно по движению выводить через мобильное приложение, через встроенный, например, там, навигатор в мобильном телефоне и, соответственно, уже прокладывать маршруты именно... И, соответственно, там, прокладывать маршруты именно по заданным ограничениям, там, картографии, да, и в зависимости от ограничений самого транспорта. Еще одним, да, инструментом получения данных о движении транспорта это как раз-таки учет данных от спутникового мониторинга. Тут, возможно, будет получить, да, там, эффект от взаимодействия, там, и мобильного приложения, и данные спутникового мониторинга как раз на основании формирования автоматического трека, например, получения, точнее, трека и формирования автоматической, да, там, прохождения задачи в тех или иных цехах предприятия. Здесь ТМС получает данные о пробеге, о треке и данные о датчиках, установленных, например, на транспортных средствах. Если мы говорим о вычете собственного парка, то здесь облегчается работа при... облегчается работа при обработке путевых листов. Загружаем данные датчиков, загружаем данные по датчику, например, пробега, сравниваем с показателями, полученными от водителя. Плюс, возможно, будет настроить различные датчики, там, на миплановое открытие дверей, на съезд, например, с маршрута, непредвиденные различные остановки по пути следования. Данные функции, они позволят быстро и эффективно принимать те или иные решения. Плюс, как говорил ранее, в зависимости от отклонений, система подсветит наиболее критичные отклонения по процессу и также подсветит наиболее критичные рейсы, которые как раз-таки попадают под это влияние. Здесь ТМС уже как раз выступит, во-первых, как инструмент для пользователя, для принятия решения, как нам необходимо правильно перемашутизировать, ну и также имеет возможность выполнять эти задачи автоматически. Соответственно, еще какой момент по части, да, там, спутникового мониторинга, возможно, будет получить при работе, например, с наемным парком. Если предусмотреть, да, договорю, у нас, например, о получении данных трекинга по наемному транспорту, возможно, будет эти данные также получать от внешних систем спутникового мониторинга. Наша система позволяет вести работу там не только с одной какой-то системой, возможно, будет интегрировать различное, неограниченное количество систем спутниковых мониторингов, в зависимости от того, какие как раз-таки системы применяются у наемного парка. Здесь предусматривается и контроль, в этом случае, и движение транспорта внутри цеха, и контроль движения транспорта через контроль пропускные пункты. Ну и, соответственно, как там тоже ранее говорил, это возможность формирования автоматического там и пропусков для каждого транспортного средства, ну и формирования там дополнительных уже бланков, да, там, для заполнения уже внутри цеха. Так, ну и, соответственно, подводя вообще итоги к вышесказанным, да, здесь при автоматизации процессов важное участие, во-первых, и гарантированный учет показателей, да, спланированных маршрутов, это снижение пробега автотранспорта с минимизацией привлекаемого количества транспортных средств. Здесь в этом случае мы оптимизируем затраты на арендуемый парк за счет соблюдения, да, этого самого баланса между цехами, когда мы учитываем и приоритеты, и значимость цехов, и, соответственно, критичность вообще самой перевозки. Ну и мы здесь минимизируем и время обработки данных, минимизируем время выполнения операций, ну и, соответственно, там, да, исполнения маршрутов. Плюс важно отметить этот переход к системе, да, о учете, да, различных ограничений, то есть мы минимизируем сам человеческий фактор, мы уходим от самой привязки от человека, от сотрудников, да, как часто бывает, которые уже очень долго работают, и там любой, да, там выход в отпуск либо больничный, он сильно сказывается на качестве обработки данных. Ну и, соответственно, это оптимизация вообще затрат внутри транспортного управления, которое в дальнейшем, возможно, будет передавать, там, опять же, датам в рамках интеграции в финансовые системы уже для расчета, там, пересчета, там, натуральных уже показателей, да, финансовых и формирования различных лимитов и бюджетов цехов для привлечения транспортного управления. Ну что, тогда на этом все, спасибо большое, мы надеемся, что тема была для вас интересной и вам было интересно нас слушать. До свидания. Спасибо, коллеги, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok